Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как можно в критической ситуации зарядить ваш смартфон практически от любой зарядки, которую вы можете найти у себя дома. Зарядка для бытового электроинструмента или блок питания для роутера, тот же блок питания для ноутбука, это не важно. Главное, чтобы эта зарядка соответствовала более-менее потоку и имела выходное напряжение от 6 до 40 вольт. Зачем это нужно? Ну, представьте себе, выходной день, раннее утро, и вам звонит теща. А у вас, как назло, сел смартфон и вышло из строя родное зарядное устройство для телефона. Не берет трубку. Наверное, не хочет разговаривать, подумает теща. А, так он вообще выключил телефон? Это катастрофа, так с тещей нельзя. Что делать в этой ситуации? Ну, опять же, у вас есть куча зарядных устройств и блоков питания дома, которые можно использовать для зарядки смартфона. Что нам для этого нужно? Нам нужна вот такая уже готовая плата. Это стабилизатор понижающий LM2596S. Полное описание характеристики и параметры. Я оставлю ссылочку в описании видео. Значит, эта плата имеет два выхода USB, то есть вы можете заряжать одновременно два устройства. С противоположной стороны имеет два гнезда для подключения проводов питания. Для удобства вы можете с другой стороны подключить крокодилы. Так как, используя эту плату, вы можете заряжать свой телефон не только от блоков питания, но и от аккумуляторов. Я уже снимал об этом видео, можете посмотреть на моем канале. Ну, теперь подключение. Для примера мы возьмем блок питания от старого роутера 9-ти вольтового. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, зарядка пошла. А теперь, чтобы вам не было так скучно, я расскажу один старый бородатый анекдот, за который во времена моей противоречивой юности могли очень сильно наказать. Строчит пулеметчик. У него заканчиваются патроны, он связывается по радиостанции с командиром и говорит, «Товарищ командир, у меня закончились патроны». Командир отвечает, «Иванов, ты же коммунист!» И пулемет вновь застрочил. В чем мораль? Нужно быть ответственным. Держите телефон заряженным. Всегда будьте на связи с тещей, матерью жены вашей, бабушкой ваших детей. Надеюсь, это видео многим спасло теплые отношения с тещей. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и хорошего вам настроения. Всем пока!